приветствую друзья товарищи ну и те кто еще не определился с вами опять рубрика ледоруб у нас сегодня в гостях блогер публицист многим он известен как туба шоу егор иванов здравствуй его расскажи откуда такое название пошло то есть чем навеяно на канал я сделал для того чтобы выкладывать туда свои мультфильмы то есть я очень увлекался мультипликации именно в жанре стоп-моушен то есть это кукольная мультипликация которая снимается посредством коротких перемещений куклы или какого-то другого объекта перед камерой я очень увлекался зарубежной мультипликации смотрел много робоципа мне очень очень несмотря на грязный юмор местами мне нравилась вот атмосфера скажем так я регулярно плачу налоги я понятия не имею где закопан папа карла будет больно только если бог тебя ненавидит и хотел сделать что-то подобное то есть я сделал себе персонажей которые выглядели как остатки от рулонов туалетной бумаги в эфире вечерняя русофобия саботаж и предательство по умеренным ценам гарантия качества индивидуальный подход а в гостях у нас сегодня нарушитель домашних арестов возмутитель кисельных умов и профессиональный борец с неугодным режимом алексей навальный ух что сейчас будет я представляю тадам алексей алексей наташа чё за дела смысле он вообще никакой я не рефлексирую мне в эфир чё давать то есть я поскольку наделил их каким-то содержанием назвал их тубусами то есть как такой некий цилиндр ну тубус тубус шоу то есть это название она сейчас не очень вяжется с содержанием канала с тем что происходит сейчас но это рудимент то есть остаток такой вот понятно а это как командный проект или ты как единичное лицо это все делаешь один делаю все сам в настоящее время хотелось бы вечернюю русофобию не бросать поэтому есть парень живет в другом городе никогда не виделись мы с ним но вот занимается уже совершенно в другом виде то есть он делает компьютерную анимацию джакузи мой доделали все готово товарищ сталин там еще немцы свои войска концентрируют вдоль наших границ 120 дивизий учение это же очевидно отправь всех солдат в баню и пусть комнаты для хоронения оружия закроют покрепче за разговоры о нападении расстрел на провокации не отвечать дирижабли спустить все что можно обесточить всех маршалов в отпуск комдивов в тюрьму пока никакой войны не будет там тоже все непросто но стараемся вот пару выпусков сделали два с половиной если один это конечно очень круто откуда столько времени находишь то есть у тебя там действительно такие мощные ролики продолжительные тоже такой объем информации когда я начинал с мультипликации ну она занимала все свободное время все что было в 2012 году я уволился в полной уверенности что я занимаюсь мультипликации смогу как-то зарабатывать на жизнь этого не случилось в итоге одновременно с этим я начал делать разговорные ролики и в итоге пришел к выводу о том что мультипликация это мои эмоции разговорные жанр это то что я хочу сказать в мультипликацию и не могу засунуть вставить то что я хочу сказать это не тот жанр не получается поэтому я сделал выбор в сторону так сказать разговорного жанра и поскольку меня поддерживают сейчас зрители то вот все время я потрачу исключительно на на эти ролики на что живешь гусьдеп платят или вот на поддержку зрителей и живу почему именно видеоблог только потому что мультипликации занимался отчасти да потому что мультипликации занимался но есть конечно такое убеждение в том что сегодня свою мысль проще и эффективнее донести именно с помощью видео текста тоже пишу неплохие в принципе я мог бы завести там не знаю живой журнал это гораздо проще писать текст потому что создание видеоблога это сначала написание текста написание кого-то превращение потом в сценарий а потом масса всяких тонкостей по настройке по петличкам по камере по фону по освещению не вам рассказывать ну да согласна но по этому и вопрос да то есть один человек я так понимаю что тогда получается все время это занимает до с утра и до вечера до что ролики вот эти по три часа по четыре часа они на мой сделать ролик то есть какой-то конечный продукт это занимает ну там два-три дня до а вот подготовка когда иногда нужно прочитать книгу для того чтобы быть уверенным в том что то что ты говоришь подкреплено чем-то а не просто ты это придумал или ты или ты в это веришь ну да это отнимает очень много времени хотел бы обсудить наверно не мультипликацию а вот вот именно другую сторону начнем на раз власовщины такая тема достаточно серьезная она такая больная для всей нашей страны вот ты можешь так вкратце рассказать что это и чем это плохо в принципе власовщина это попытка перескочить через советский союз то есть это в советском союзе преобладала понимание того что средства производства материальных благ они должны принадлежать обществу они каким-то конкретным людям коих там может быть 200 300 там человек на всю страну поэтому этот период поскольку у нас сегодня ситуация совершенно иная обратная с советскому времени этот период нужно перешагнуть нужно проскочить а что у нас там ближайшая то есть белая гвардия царь-батюшка и февраль февраль и когда буржуазная революция вот вся та идеология она сегодня становится если не сказать стала государственной я вижу это так то есть заказчик всего этого государства больше да но я не думаю что это какой-то заговор и сидят люди и планируют как бы сделать хуже как бы сделать гажа то есть это естественный ход развития событий то есть у нас уже 27 лет капитализм ну официально так сказать по факту гораздо больше им нужна своя мифология им нужна своя идеология им нужна своя история в которую в советский союз не вписывается никак и мы со своими представлениями тоже советском союзе и о том кому должны принадлежать эти самые средства производства как ты думаешь к чему это все может привести конечном итоге будет ли какой-то вот подъем в обществе как многие считают знаю не знаю как раз сегодня разговаривали об этом с человеком из Томска и он уверен в том что сфера услуг сегодня развита настолько что всегда при любом раскладе массам смогут подвести бочку пива и доширак а это означает что никаких подъемов не будет то есть нет той ситуации как в семнадцатом году когда людям банально ну не хватало еды то есть кто-то должен производить кто-то должен производить а можно можно и закупать я тоже так сказал кто будет а кто будет это все производить и он мне достал фотографии он не показал теплицы там в томске свои огороды там и так далее то есть ну такой вопрос который у меня недостаточно знаний наверное чтобы как-то парировать у меня вообще по многим вопросам существенные пробелы я могу судить по почте которая ко мне приходит очень часто обращаются как к такому учителю расскажи посоветуй а что ты думаешь об этом что думаешь об этом я себя ощущаю учеником я себя ощущаю студентом ящики себя вижу человеком который берет конкретную тему разбирается с ней и по этой конкретной теме делится результатами с зрителем ну что-то вроде реферата или там курсовой или дипломной потому что последние видео там такое количество источников что мой диплом который когда-то писал блекнет по сравнению по поводу власовщины да там же в принципе еще замешаны такие структуры как например рпц или рпцз то есть они же тоже сыграли в свое время в нашей истории какую-то роль но сыграли а сегодня эти две замечательные организации объединились та самая организация которая когда-то благословляла адольфа гитлера на крестовый поход против большевизма сегодня они вместе конечно они сыграли роль как без этого на твой взгляд как вообще должна выглядеть религия или там церковь например наверное так как она выглядела в один из периодов советского союза когда не было каких-то таких уж прям сильных гонений ну глупо отрицать что гонения были да они были с церковью боролись с религией боролись не расстрелами конечно потому что если брать дела каких-то батюшек которые по-настоящему пострадали там выясняются другие совершенно вещи то есть не потому что ты батюшка не потому что ты носишь крест да потому что ты там состоял в коме белогвардейском заговоре например или там помогал транспортировать оружие то есть церковь должна быть отделена от государства и стоять в стороне они не должны влиять на ход событий ну вот то что сейчас например происходит строительство храмов да то всех количество да там богословия в школах крестные ходы постоянно они могут как-то повлиять в принципе на разложение общества которое мы сейчас видим да там нападение морали там разврата что происходит может ли она сейчас это сделать разврат и падение морали не знаю вот на то что общество лишается способности мыслить научно критически и как следствие этого возможно то о чем ты говоришь не как прямая зависимость что построили еще один храм и у нас там разложение морали но как следствие в итоге как цепь событий каких-то мне кажется да то есть не поможет мне кажется наоборот это усугубляет это взаимосвязанные вещи мы перестали мыслить критически каждый в какой-то степени похож на Лиану Димитрошкину со своей динамической линейкой если кто-то понимает о чем я то есть в последнем ролике у меня там был такой персонаж замечательный всем доброго времени с вами Лиана Димитрошкина проект позитив позитив лив точка ру сайт ключей к женскому счастью и у меня для вас сегодня совершенно удивительная практика совершенно удивительная вы знаете что я придумала как с помощью динамической линейки Димитрошкиной выяснить силу молитвы вот это поворот нужно ли она вообще может ли она вообще существовать так объективно если сейчас брать вот сейчас уберем мы ее из общества что поменяется поменяется способность государства держать общество в том состоянии в котором оно находится сейчас для нас мне кажется будут только положительные сдвиги но если убрать религию из общество надо что-то предложить взамен Не в смысле чему молиться и во что верить, а научное видение мира, так как это и было в Советском Союзе. Я понимаю, что когда мы постоянно, я в том числе, когда мы постоянно Советский Союз, Советский Союз, вот это вот может даже на кого-то произвести впечатление, ну такое больное может быть. Но действительно это был другой мир. Действительно мы существуем на обломках цивилизации какой-то, которую нам еще понимать и изучать. Постепенно пропаганда смещается только к обелению критики официальной пропаганды. То есть, например, там кто-то сказал что-то плохое про Советский Союз, да, все начинают там набрасываться, да, пытаться это все дело обелить. То есть, может быть, пора поменять вектор на то, чтобы, например, посмотреть в будущее, то есть, или попробовать построить картину будущего. Всякие банальности начнут говорить про то, что не поняв свое прошлое, мы не сможем увидеть картину будущего. Но, да, я думал о том, что слишком уж часто и слишком уж много мы туда возвращаемся. Наверное, нужно соблюсти какой-то баланс. И вот у меня будет видео, посвященное именно образу будущего в какой-то степени. Есть мысли, правда, это мысли не мои, это мысли одного из читателей блога ВКонтакте. Но я их полностью разделяю, они мне кажутся интересными. У меня было несколько видео таких, которые я сделал с подачи других людей. Вот, например, разбор фильма «Время первых». Там всю фактуру, все ссылки, все источники мне были даны другим человеком. Я это скомпилировал, я это собрал и показал. Это не значит, что я совсем ничего там своего не сказал, но идея была полностью его. А, кстати, по фильмам ты будешь продолжать это делать? Ну, вот как разбор фильмов исторических? Наверное, нет. То есть, если попадется что-то интересное, что приведет к каким-то мыслям, но в целом, то есть, как таковой разбор фильмов мне не интересен. То есть, там же не столько про фильм, сколько про то, что пытаются вложить сегодня посредством этого фильма людям в головы, особенно молодежи. По поводу справочника Познера, почему такая нелюбовь именно к нему? Да нет, нет никакой нелюбви к Познеру. Просто Познер, он так давно занимается антисоветской деятельностью, что он озвучил практически все мифы, какие только есть о Советском Союзе. И у меня была такая замашка разобрать как можно больше этих мифов, поэтому я назвал это справочник, на примере его высказывания. Ну, я так в какой-то момент понял, что не получится, это слишком как-то глобально, слишком много. Ну, и к тому же я в тот самый момент перешел на более стандартную форму, когда вот ты сам находишься в кадре, а это уже немножко разные форматы. Ну, да, у тебя переход по сути. По сути, оно все одно и то же, и об одном и том же каждый раз я говорю, просто в разной форме. А почему, кстати, поменял так стиль? То есть, с разговорного на... Потому что я пришел к такому выводу, что по большому счету неважно, как ты подаешь, и самая простая, самая эффективная форма подачи, это все-таки глаза в глаза. То есть, я попробовал там, и куклы у меня там какие-то были, был такой кремлебот. Че приуныли, пупсики? Подорожало все, да? Не просто стало совмещать диванный патриотизм с ухудшением жизненного уровня, а? И в маске там, и без маски, и за компьютером, и как-то там, просто голос за кадром. В итоге я понял, что это самое простое. Если тебе есть действительно что сказать, ты, в принципе, можешь сидеть и в заляпанной майке на кухне на фоне грязной посуды и снимать себя на смартфон. Ну, немножко уважения к зрителю, и получается примерно вот такая форма. И к тому же, кстати, очень сложно бывает окартинивать какие-то моменты, когда ты сидишь и полдня не можешь найти картинку, ты просто не знаешь вот в этот конкретный момент, что нужно поставить, какая должна быть картинка. В то же самое время я мог бы в этом месте приподнять бровь или как-то там нахмуриться, и все, и поехали дальше. То есть, ну, это проще. Как оцениваешь, в принципе, вот блок-сферу по левому краю, скажем? По левому краю я вижу, что появляются люди. Вообще по левому краю очень много чего появляется. Появляются сайты, появляются люди. Вот победитель лет пять назад я не видел ничего подобного. И я и сам был далек. Ну, вот появился не так давно парень, выход есть. Мне кажется, замечательно. Оживление я вижу. А вот, в принципе, ты видишь другие какие-то выходы, например, не видеоблог, а что-то еще делать? В оффлайне, например, что-то. Что бы можно было делать такое сейчас? Не знаю. Честно говоря, даже не задумывался об этом, потому что самый эффективный, самый простой способ сегодня достучаться с разным результатом, но, тем не менее, достучаться до массы людей – это вот социальные сети. Ну, то есть там ни походы к проходным заводам, ни там организации митингов, да? То есть, ну, все равно пропаганда больше, да? Наверное, это все очень правильно и полезно, но у меня совершенно нет никакого ни опыта, ни даже представления о том, с чего начать, признаюсь честно. Не получится ли такая ситуация, что все вдруг станут блогерами, а потом в итоге, когда надо сделать реальное дело, а никто не знает, чего делать? Ну, я, например, вот, честно говоря, вижу такую закономерность, что к этому вполне возможно можем прийти, потому что многие… Исключительно к болтовне? Да, потому что многие левые организации, они, ну, постепенно, постепенно они теряют запал, то есть к ним все меньше приходит людей, они постепенно отмирают. И весь опыт, который они скопили, тоже он отмирает. Все уходят в блок-сферу, в социальные сети. Ну, действие в любом случае должно быть подкреплено пониманием того, что ты делаешь и как, а это все-таки учеба и работа над собой. То есть это если только какой-то там пассионарный активист, да, то есть возьмется за голову и решит что-то там, что уже пора сделать следующий шаг? У нас в Владивостоке есть памятник Солженицыну, и там была такая короткая акция, когда парень вешал табличку с надписью «Иуда» ему на шею, и это до сих пор вспоминают, это до сих пор используют как иллюстрации и так далее. Я думал о том, что вот висит памятная табличка к Колчаку, вот если ее расколотить ломом, это не лучше ли, чем сидеть с микрофоном дома и что-то начитывать? Не знаю, я, честно, не пришел к определенному ответу для себя. То есть, с одной стороны, за то время, что я просижу где-то в кутузке, я мог бы снять там несколько роликов, с другой стороны, это будет резонанс. Но будет ли этот резонанс подкреплен каким-то объяснением того, что вообще произошло, это какой-то фрик, это вандал или что это вообще такое? Но в целом пропаганда скажет, что это фрик, другие скажут, что это герой. Да, но кто-то скажет, что это герой, но это же надо еще объяснить, это надо показать, доказать и так далее. Мне бы было интереснее, вот если вспоминать того же Колчака, я так много слышал о том, как он сжег деревни, порол крестьян, расстреливал людей. Мне было бы интересно в какой-то момент, когда-нибудь, может, я до этого доберусь, собрать источники. Вот действительно собрать источники, как я уже не раз делал, и доказательно это все каким-то образом представить. Источники-то, в принципе, есть, да? То есть, очень многие этим занимаются, история. Почему именно Колчак? Я часто хожу просто мимо этой таблички, и такие мысли у меня возникают. А где твои действия? Это вот как раз то, о чем ты говоришь. Где твои действия? Вот ты сидишь дома и записываешь ролики, а ты бы мог, как тот парень, стать табличкой Иуда или взять что-нибудь, не знаю, поджечь, что-то в стиле партии Лимонова такое сделать. Пока я стою на той позиции, что лучше я соберу какую-то полезную информацию и донесу ее людям, чем я выставлю себя для какой-то части фриком, а для какой-то части каким-то непонятным героем, который геройствует неизвестно зачем. Ну, с одной стороны правильно, с другой стороны тоже. Мы можем в любой момент, конечно, оказаться в ситуации, когда вот... Когда слишком много блогеров? Да, да, когда никто не будет знать, что делать, все будут искать Ленина или там, не знаю, там, другого. Так мы и так в ситуации, когда никто не знает, что делать. Мы же для того отчасти пишем эти все видео и собираемся, и общаемся, чтобы найти эти ответы. Кстати, ты еще стал заниматься статистикой, да, очень плотно? Да, ну, не так плотно, как хотелось бы. Ну, все равно, да, то есть многие не пытаются анализировать ситуацию, как-то не просчитывая. А я думаю, что вот эти времена, когда можно было сесть и начать рассказывать что-то там, не знаю, там, ну, про Сталина, например, вот Сталин решил, Сталин подумал, в конце концов доходит и до этого, да, и всегда хочется спросить, где ты это взял? Где ты это взял? Где это написано? При каких обстоятельствах это было зафиксировано? Покажи хоть что-нибудь, покажи источники. С источниками тоже можно спорить, но хотя бы мы будем видеть, что ты не выдумал это, не подогнал под свои представления о мире, о Сталине, о революции, о чем угодно. Вот, поэтому вот это вот время телевизионных историков, оно все равно уходит и уйдет. То есть запрос в обществе, думаешь, появится, да? Мне кажется, да, и мне кажется, этот запрос можно создавать, если люди смотрят сначала, ну, без ложной скромности меня, а потом они смотрят кого-то другого блогера, который не утруждает себя списком источников, да, там, ну, возникает вопрос, а это вот где, а это откуда и так далее. Можно ли доверять советской статистике? Советской статистике можно доверять в той же степени, в какой можно доверять и современной статистике. То есть хочешь доверяй, хочешь не доверяй, охотно бы воспользовался чем-то другим. Но я вот упоминал, вчера мы собирались, вот данных по изнасилованиям, которые были для меня, например, открытием, когда я делал последний ролик, и эти цифры, они совсем не в пользу Советского Союза, говорят, когда ты начинаешь сравнивать, да? Потому что понятно, что я начал это сравнение, имея какое-то представление о том, к чему меня это приведет. Ну, вот поскольку такие цифры открылись для меня, тут есть о чем подумать, но прятать их ни в коем случае я не собирался. Поэтому можно ли доверять? Ну, вот, не только о плюсах говорит нам статистика. Я почему спросил, я тоже как-то попытался по статистическим данным по Росстату сравнить, например, количество школ, и я был удивлен, как, ну, видно, что данные рисуют там перескок через год, и там в два раза в некоторых регионах увеличивается количество школ. Сегодня? Ну, там, с восьмого года по десятый, как раз видим, когда реформа была. Видно, как рисуют данные, поэтому я и спросил, да, то есть очень так это все, ну, странно. Может быть, это получилось сравнение двух статистик, но это тоже о чем-то, наверное, все-таки говорит, потому что, когда люди рисуют эту статистику, я не думаю, что они обращены в будущее, они скорее обращены в настоящее, показать вот сегодня, а то, что в будущем кто-то будет сидеть это и сравнивать вашу ложь, там, ваши подтасовки, мне кажется, это не принимает своего внимания. Хотя это такое сырое очень соображение. Ну, они же все равно, они же рисуют, получается, оно накапливается, накапливается, а потом через десятилетия нам скажут, ну, вот, видите, мы же говорили, что будет вот так, оно так и получилось, смотрите, и цифру нарисовали. Ну, то есть... Ты думаешь, они с расчетом на будущее рисуют? Ну, нет, я думаю, что там в год все. Ну, вот и я тоже, мне тоже так кажется. Есть заказ, есть, соответственно, и решение. Ну, все равно же оно в итоге-то приведет к тому, что они потом этими цифрами будут. К сожалению, другой статистики нет. Пользуюсь тем, что есть, я не вхож ни в какие кабинеты, пользуюсь только открытыми источниками. Хотели еще обсудить Советский Союз, то есть твое отношение к нему, потому что много вопросов поступает именно в том плане, да, почему ты очень часто как раз о нем говоришь, да, и даже, например, о хрущевской эпохе. О хрущевской эпохе как раз-то я не очень-то много и говорил. Ну, про чехословасские институты. А, ну, вот это-то, да. Потому что настало время перестать ностальгировать и начать сравнивать. Оттуда и статистика появляется, потому что мы прожили уже 27 лет при капитализме, и мы можем сравнивать, мы можем найти плюсы, мы можем найти минусы, и с этим багажом как-то двигаться вперед, наверное. Это неизбежно. Вот возвращение к Советскому Союзу, оно будет продолжаться, это будет, наверное, только нарастать, мне кажется. Потому что помимо ностальгии, помимо тоски о том, что, а вот было лучше, а люди были добрее, а вот мы там не боялись гулять для темноты и так далее, помимо всего этого люди начинают еще и сравнивать. Я вижу очень много обращений к ней, и там, не знаю, там в Твиттере люди постоянно что-то постят. В жилом журнале есть такой блогер, я не знаю, кто это и откуда, Буркино Фасо, он очень серьезную работу проделает по сравнению, по поиску различных статистических данных, и всегда с указанием источников. То есть мне интересно его читать. Причем он умудряется все это делать коротко, так как оно и должно быть короткими, емкими постами, самый лучший способ донесения информации, не так, как я. А не бывает такого, что, ну вот что вы со своей статистикой, что вы нам ее показываете, вы покажите там результаты, где айфоны у Советского Союза или еще что-то? Как с этим-то бороться? Так статистика, это же и есть результат. Это же и есть демонстрация результатов, разве нет? А проще можно как-то? Проще что? Достучаться. Без статистики? Да. Можно давить на эмоции, но лучше давить все-таки честнее, давить на разум. Бить по эмоциям, да, это проще. Можно сочинить там, я не знаю, какую-нибудь историю про то, как большевики там, не знаю, убивали младенцев, ели их. Ну таких историй масса. Это же давление на эмоции. Возвращаясь к вопросу, что боремся постоянно за то, чтобы обелить прошлое, что идет тенденция, что, по крайней мере, я замечаю, да, как официальная пропаганда, специально накидывает, понимая, что это будут сейчас защищать. То есть они в какой-то мере контролируют все эти процессы. Понимая, что будут защищать? Да. А зачем им это, как ты думаешь? Чтобы отвлечь. Чтобы отвлечь от дня сегодняшнего? Ну да. Ну, чтобы не думали о будущем. Да мне кажется, что вот это вот накидывание, оно идет просто для того, чтобы показать, какая была ужасная жизнь при Советском Союзе, при большевиках, при советской власти. И радуйтесь, что хотя бы сейчас не так. То есть мы не самое страшное зло, да? Посмотрите, да, посмотрите фильм Троцкий. Скобецкий, последний который? Да, посмотрите на этих зверей, которые, значит, топят паровозные печи могильными крестами и расстреливают похоронную процессию просто потому, что они... И все они там евреи, да? Национальный вопрос еще. Все они там евреи, все они картовые большевики. Мне кажется, цель вот такая. Все гораздо проще. Цикала не похож на мыслителя, который может так подняться. Ну да, он там... В том все проще. Кабарет Дуэт Академия. Вот когда я смотрел, кстати, у меня выдался свободный день, он там приболел, я посмотрел подряд Троцкого и Демон революции. И вот смотришь, и ты не можешь отделаться от мыслей, что вот это показывает нам человек, который в 90-е годы пел там Тома, Тома, выходи из дома. А сейчас он нам расскажет о Ленине. А сейчас он нам покажет Сталин. А сейчас он нам расскажет, кто такой был Троцкий. То есть, ну, там нет такого полета мысли. Мне кажется, все гораздо проще. Но они играть-то не умеют. То есть у нас кинематограф, он все ниже и ниже. Ну, да. Плинтуса уже не видно. А зачем? Если это производство, зачем это переживать? Зачем это страдать вместе со своим персонажем? Если, чтобы показать удивление, надо приподнять брови. Чтобы показать, что ты радуешься, надо улыбнуться. Вот эта вот истерика, вот этот псих все время в кино. Почему они все психуют? Почему они все истерят? Ну, потому что надо показать, что человек возмущен. Что он должен сделать? Ну, наверное, взять стул, разбить стекло какое-то, аквариум там расфигачить. Ну, возмущен. А выдумывать какие-то ходы там. Мне вспоминается в этом смысле мультик был советский, где у мальчика умерла собака, простудилась. А доктор ему боялся сказать об этом. Но в конце концов он пришел, принес ему щенка. А мальчик говорит, это не Рекс. И доктор ему говорит, что Рекс умер. И в этот момент тем, кто делал этот мультфильм, надо показать, что мальчик, ну, там, обрушилось небо просто на него. Как они показали, что мальчик, может, он упал на спину, начал рыдать, биться головой об стену, может, разбил тот самый аквариум, что они показывают ошейник, который в замедленном, значит, действии падает в миску, из которой Рекс больше никогда не будет бить, да, и показывают, как снег на улице за окном становится черным. Ну, под грустную музыку, да. Вот это вот какой-то ход, понимаешь, это искусство, об этом думали. Об этом думали, потому что они делали мультфильмы. Это творчество. А когда это бизнес, когда мы уже получили на это деньги, и нам сейчас надо как-то это все быстренько отбить и взять новые деньги, чтобы сделать новый фильм, что там вдумывать, как он там это, ты возмущен, ну, расфигачь там что-нибудь. Люди-то это все потребляют, они воспринимают... А что остается людям потреблять? Ну, трансформеры еще есть. Ну, я к тому, что... Что спускается... Все глупее и глупее, подача информации все проще и проще, и людям это все хорошо, все приятно. Вот. Как этому противопоставлять? Как опять-то им прививать научное мышление, разум? Без изменения экономического базиса, мне кажется, что никак. Все вот эти потуги в интернете, ну, сложно все равно, интернету сложно биться с... Не интернету, а некоторым блогерам сложно сражаться с телевидением и кинопрокатом. Ну, у кого-то получается, кстати. И никого получается. Ну, у Гоблина получается. То есть он делает практически очевидное и невероятное, да. Но много ли, опять же, народу досмотрят двухчасовой ролик, особенно если речь идет о молодых? Недостаточно, я бы сказал. Недостаточно в соотношении с той информацией, которую они дают там. Потому что там очень много интересного, очень много полезного. Наверное, окончательный вопрос на сегодня. Но такой не менее важный. Что бы ты посоветовал молодым коммунистам, что делать сегодня? Есть такая фраза, ее почему-то приписывают Александру Невскому, я сам не помню, где ее я прочитал. По-моему, это из какого-то романа. Она звучит так. «Будь русским, бейся там, где стоишь». Вот русскость заменим на советскость или уберем вообще, вот бейся там, где стоишь. То есть, что у тебя получается, то и делай. Кто-то музыку пишет, кто-то блоги снимает, кто-то спорит до хрепоты там с родителями или с друзьями. Кто-то комментарий пишет там, строчит один за другим. Ну, каждый по-своему, на своем месте. Все, что умеешь, то и делаешь. Да, да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Приходи еще, приезжай. Приеду, наверное. Спасибо. Далековато, но приеду. Они говорят, ваш социализм несостоятелен. История это доказала. Ваш совок продержался всего 70 лет и рухнул. Это ли не доказательство его несостоятельности? Друзья, вы слышали про Брестскую крепость? Зачем все эти люди оборонялись? Зачем сражались? Зачем рисковали? Ведь мы сегодня знаем результат. Всех их или поубивали, или выбили оттуда. Значит, не нужно было. Значит, если не получилось, то и не нужно было. Все эти люди, которых мы сегодня с таким пафосом так громко прославляем раз в году? Глупцы и неумехи. Нужно было уйти и сдаться. Ведь что такое одна крепость, уже окруженная в такой большой войне? А в плену сытая и безопасная, говорят они. А все эти ваши попытки построить общество для всех – это ж утопия. Да и природой так устроено, что выживает сильнейший. Вы идете против самой природы. Так или иначе, такие разговоры неизбежно ведут к тем самым ребяткам, которые штурмовали Брестскую крепость. И прежде чем сдаваться им, подумай, делает ли это тебя сильнейшим. Субтитры сделал DimaTorzok